Какие предварительные итоги первого дня голосования? Голосование еще не закончено и говорить рано, но мы видим картину, которую мы ожидали увидеть. Во многих регионах повсеместно происходит принуждение бюджетников голосовать именно в первой половине дня, в пятницу, под контролем, под присмотром работодателей. Кстати, это касается не только бюджетников, это касается студентов, это касается работников частногосударственных предприятий и прочее, прочее, прочее. Мы наблюдали подобную картину и на предыдущих выборах, но кажется, по первым ощущениям, сейчас масштаб принуждения стал еще больше. Сюда же добавляется и ДЭК, где почти 5 миллионов избирателей зарегистрировались, не считая Москвы. И там тоже административное принуждение, его уши торчат со всего такого большого слоновьего размаха. Другая серьезная проблема, это ограничение для наблюдателей. Наблюдателей стало кратно меньше относительно всех предыдущих выборов независимых контролеров, представителей СМИ и вообще любых граждан, которые бы заинтересованы были в том, чтобы следить за тем, как проходит избирательный процесс. Это, кстати, относится и к мотивированным членам избирательной комиссии. На протяжении последних лет система избирательных комиссий от неугодных элементов очищалась. Хотя надо сказать, что в некоторых городах и в некоторых регионах такие люди еще остались, и они продолжают делиться и с нами, и со СМИ информацией о том, как происходит голосование. В разных регионах фиксируются случаи поджога на избирательных участках или порчи бюллетеней зеленкой. Происходило ли такое раньше? Вообще в истории российских выборов было практически все. Такие кейсы, конечно, случались. Но то, с чем мы столкнулись сегодня, в первый день голосования, такая массовость, такая география регионов, нет, это в каком-то смысле что-то новое. То есть какая-то часть избирателей по тем или иным причинам не находит для себя места в избирательной системе, не находит среди кандидатов тех, за кого они могли бы голосовать, и, видимо, таким образом высказывать свой протест и отношение к выборам. Сложно сказать, насколько это инспирировано, но, конечно, порча бюллетеней, порча имущества избирательных комиссий – это серьезное преступление, и такие акции, конечно, достойны осуждения. Вместе с тем, если эти люди оказались введены в заблуждение какими-то недобросовестными жуликами, или даже делали это по искреннему велению сердца, в любом случае хотелось бы, чтобы к ним не применяли максимально строгие наказания, потому что, ну, это все же, наверное, такая своеобразная форма протеста, и надо разбираться, почему это происходит. Он будет пытаться решить эту проблему не только силовыми методами, но и разговором с недовольной частью общества. Сообщается, что на московских участках людей, которые пришли лично, просят голосовать электронно. Что делать? В московских избирательных комиссиях установлены так называемые теги, то есть специальные устройства, которые, это, по сути дела, те же самые компьютеры, которые ваш голос опускают в общую копилку дистанционного. Электронного голосования. Этим московская система отличается от остальных регионов, где есть ДЭК. В принципе, у избирателя есть право проголосовать бумажно, и я бы рекомендовал всем им воспользоваться, потому что гарантия, шансы, что ваш голос будет учтен при традиционном бумажном голосовании, выше, чем при дистанционном электронном голосовании. Мы, как я напомню, не понимаем, как работает ДЭК, мы не уверены, что, в принципе, внутри системы голоса считаются честными или вообще считаются, и поэтому бумажному традиционному голосованию у общественных контролёров доверия больше. Ну и в целом, когда вы голосуете на участке, ваш голос считается конкретной избирательной комиссией, и его можно увидеть в электоральной статистике, в результатах выборов. В ДЭКе же, в голосовании через терминал на участке, ваши голоса падают в общую корзину и размываются, и, наверное, в каком-то смысле теряются в общей массе. Фиксируется ли сбой в работе сайта госуслуг и дистанционного электронного голосования на выборах президента? Надо сказать, что дистанционное электронное голосование у нас активно продвигается, ЦИК и Панфилова любят говорить о том, что это система, защищённая внешнего вмешательства, и она работает, как, не знаю, там, швейцарские или московские часы. Но по факту, каждый раз, когда применяется ДЭК, мы получаем информацию о тех или иных сбоях, о проблемах, о том, что люди не могут зайти в свои кабинеты на госуслугах, что и голос не принимается, система выдает ошибки. Это происходит не только на этих выборах, а каждый раз, когда ДЭК применялся в России. И вот голосование 15 марта не стало исключением. Сообщения о том, что система сбоила и зависала, приходили из многих регионов.